Которых мы называли в самом начале фаворитами, поэтому интересно будет посмотреть, вот именно здесь, как 17-летние ребята будут играть с мужиками уже. Это такое столкновение молодости и опыта, да? Да, и вот на этого человека, который только что к мячу наклонился, надо обратить внимание, это судья Карасёв, ну, а вот здесь уже приехали руководители, я вижу. А это болельщики Интера, которые прекрасно поддерживают свою команду на протяжении всего турнира. Да, ну а зенитовских здесь будет довольно-таки много, я уверен в этом. Карасёв Сергей, главный судья, мы его замечаем не только по пышной шевелюре, но и по тому, что он достойнейше судит и уже судит и обращает внимание на себя в премьер-лигу России, и поэтому на такой матч назначен, в общем-то, хороший судей. И потом по судействию вообще хотелось бы чуть-чуть отступление дать, сейчас игра начинается, но скажу следующее, судейство на этом турнире великолепно. Ну и вот 10 секунд назад начался полуфинальный матч между командами Интер, Баку, Азербайджан, Зенит, Санкт-Петербург, Россия. И сразу предлагаю прийти к составам играющих сегодня команд. Номинальные гости у нас, как ни странно, сегодня Зенит, вот судя по графике. Давайте вот после подачи углового, я оглашу составы, угловое исполнение футболистов Интера, подача в район Братарской, но мяч выбит. Итак, Зенит, представляющий на этом турнире Россию, выступающий молодежным составом, футболисты питерского клуба в белой форме. В воротах Андрей Зайцев, полевые игроки номер 80, Максим Батов, 73, Станислав Мурихин, 77, Александр Петров, 98, его однофамилица Сергей Петров, 97, Владислав Сиротов, 70, Вячеслав Сушкин, 88, Дмитрий Телегин, 50, Игорь Чеминова, 36, Станислав Матяш, капитан команды. И номер 56, Кирилл Костин, тренерский штаб, возглавляет Анатолий Давыдов, Зенита. Ну и в тренерский штаб входит Акрашидзе Юра, великолепный воротарь, и не менее великолепный, очень хороший, капитан команды, кстати-то, Николай Ларенов, да? Да, да. И вот как раз Давыдов уже начинает подсказывать, потому что престижно для молодежного состава сыграть в этом турнире и выигрывать или войти в финал, это очень важно для мальчишек. Ну и потом надо сказать, что турнир начался... Опа! У нас первый голевой момент в этом матче, и счет открыт, это Гирц Калсенс. Неожиданно довольно и быстрый гол удался футболистам Интера. Мы интерганизовали состав, да, но вот сейчас обнимали человека в сером свитере, это Кахабер Сказадзе, известнейший и великолепный футболист и Спартака, и Динамо, и сборной Грузии, и в Германии играл. И вот сегодня он тренер этой команды, там много грузин играет, но вот смотрите, еще раз повторю. В принципе, вратарь, молодой вратарь Зайцев, да, у нас он делает замечание правильно защитникам, потому что они-то статистами были, смотрели, как мяч отскакивает в то время, когда вратарь в полете находится и добивается его. Это Гирц Карлсенс, латвийский нападающий, который забил свой уже то ли четвертый, то ли пятый мяч на турнире в одном из эпизодов, где он послал мяч в сетку, там автогол был зафиксирован, и один мяч у него фактически отобрали, но будем сказать, что четвертый мяч его на этом турнире по официальной статистике. Заметный, во-первых, быстрый, во-вторых, активный, в-третьих, на самом деле нападающий, нацеленный на ворота, и это о многом говорит. А по воротам-то бил еще один опытный футболист Дмитрий Круглов, игрок сборной стойки, но впрочем, давайте я весь состав Интера оглашу, и вы сразу поймете, что там довольно много опытных мастеровитых футболистов, которые уже немало поиграли, немалый опыт имеет и международных встреч, ну и всего остального. Итак, в воротах Интера Георгий Ламая, номер первый, полевые игроки, шестой Дмитрий Круглов, восьмой Александр Чертоганов, тринадцатый Бронислав Червенко, четырнадцатый Петар Златинов, пятнадцатый капитан команды Владимир Левин, восемнадцатый Илья Канделаки, девятнадцатый Давид Адикадзе, двадцатый автор забитого мяча Гирц Карлсенс, двадцать первый Ариф Дождамиров и сорок четвертый Валерия Абрамидзе, ну по ходу разберемся, кто на какую позицию играет, в принципе, здесь ничего сложного нет. Главный тренер, как вы уже сказали, Кахабера Адскададзе, один ноль, у нас пятая минута пошла, на второй отличился Гирц Карлсенс. И это резко меняет ситуацию, если до этого молодые футболисты из Питера могли как-то строго играть в обороне, то теперь надо им раскрываться, надо идти в атаку. Это вообще всегда для тренера очень важно. Первые минуты, начало, но вот Кададзе недоволен чем-то, сразу, моментально вписывается. А мы видели, да, но мы видели его на турнире, в матче, который уже для них не решал, пройдут они дальше или нет, что он был такой миловатенький, можно сказать, сидел такой умиротворенный, а здесь все-таки результат в основе. Более того, в одном из интервью один из болельщиков, который сюда приехал, очень много болельщиков, они благодарили клуб, что они им посодействовали в этой поездке, Ильчин, по-моему, его зовут, он просто конкретно сказал, мы приехали, чтобы выигрывать, и нет никаких вопросов. Более того, он рассказал о том, что делается для футбола в Азербайджане и именно в этой команде «Интер», и что перестраиваться будет стадион на 65 тысяч. Представьте, на 65 тысяч стадион будет строиться. Это о многом говорит, об отношении и о том, ну вот еще одна передача. Мы резво начали, вот еще, резво начала команда из Баку, резво, но понятно, они поопытнее, мы здесь называли, но того же Абрамидзе, да, вот он, Валерий, играл, в Спартаке играл, в сборной Грузии играл, многие футболисты играли в сборной Грузии, Ломай играл в сборной Грузии, вот. Да все практически. Да, 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 мы говорим теперь, Дмитрий Круглов играл в сборной Эстонии, наверное, Карлсон сыграл за Латвию. И сейчас они все играют. Да, 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 да. Это, наверное, ни Хави, ни Несто, ни Месси, но это заметные футболисты. Вот Зенит, первый раз, пожалуй, футболисты Зенита завладели мячом, так капитально в центре поля, попробовали организовать позиционное нападение, но безуспешно и спокойно футболисты Интера выходят в атаку. Это Адикадзе, вот как раз игрок сборной Грузии. В быструю атаку. И посмотрите, открывается на фланге Червенко, получает обратную передачу. Что-то намудрение, атаку практически задержали. Ну, на вес штрафную, все-таки до Калсенса мяч дошел, удар и 2-0 будет, да, 2-0. Снова штанга пришла на помощь сначала галкиперу, но снова Оскок играет за Интер, и второй мяч влетает в сетку на ворот питерского клуба. Представляете, вот там все показали болельщиков, да, из Азербайджана. Представляете, они уже к седьмой минуте Интер, Баку выигрывают у Зенита Санкт-Петербург, выиска какая. Кто потом будет говорить, там, молодые ребята и прочее, да. Да, мы смотрим здесь, не было сайда, здесь не было. Нам не видно, конечно, да, линии не видно. Но сама комбинация, надо отметить. Да, великолепно, великолепно. И опять, кажется, он забрасывал сейчас. Ну, то, что вы сказали, да, что там намудрили, что-то ребята на фланге, но на самом деле-то они ждали подключения. Сдали, когда Карлсон добежит в эту контратаку и сделал точную передачу прямо на голову высокорослому футболисту. И тот сделал скидку. Для одних это душ холодный, да, для других это просто резвый начало. А смотрите. И в охотку пошло все. И не сбавляют обороты футболиста Интера. Вот вам и банкиры такое прозвище носит команда. Да, шарашен сейчас молодой вратарь. В предыдущем матче, который мы комментировали, он выглядел очень достойно, выручал очень много. Но здесь его, ну, практически одного оставили. Да, опытные футболисты ценой мелкого фула стараются, ну, не дать возможности обострить игру. А вот и судья. Матиш был сбит. Станислав Матиш, вот он на ваших экранах, капитан Зенита и автор дубля в четвертьфинале. Именно его голы позволили Зениту обыграть не кого-нибудь, а хик, чемпионы Финляндии. Он очень серьезный клуб, клуб европейского уровня. Ну, конечно, с определенными оговорками, тем не менее. Он в атаке все-таки самая заметная фигура здесь в команде. Ну, он и самый опытный, начнем с того, что ему уже 20 лет. Нет, 20 лет он исполнился только в апреле. Но, тем не менее, он игрок из обоймы тех футболистов, которые еще в прошлом сезоне регулярно были в составе молодежного состава. И иногда подключались и к основе. Ну, основных молодежников – это ионов, это канунников. Мы их видели уже в основном составе. Если говорить дальше, то некоторые из них перерастают уже. Вот этот молодежный состав. И вот канунников он на полтора года сейчас отдали в тон. Это тема, понимаете. И не только в тон платить зарплату надо, а тема того, чтобы этот парень уже играл на уровне мужиков. В основном в составе, в премьер-лиге. Да, это важно. Получал игровую практику, конечно, в таком возрасте очень это важно. Снова атака Интера. Здесь Червенко зацепил бутсы и газон. И из-за этого не получилось. И опять Зайцев претензии предъявляет. На самом деле ведь атаки-то все идут с этой стороны как раз. Со стороны левозащитника. И там как провал получается. И даже не скажет, что вот именно сам вот этот крайний игрок виноват. А там нету помощи. На него практически всегда двое идут. Один прям идет в лоб. Второй набирает справа ход. И пас отдается. И сразу вот такое обострение игры. Ну резво. Игра началась резво. Были игры, в которых мы скучали, откровенно говоря. А здесь на первых минутах. Как бы это потом не сыграло злую шутку, что остановится. Остановится. Но с другой стороны, кавказские футболисты, каковых, опа, еще один забросик такой. Черпачок. За шиворот называется. Ну нет, за своим шиворотом Зайцев следил в этот момент. Да, да, да. Он шиворот не открывал. И кавказские футболисты, они чем нравятся, что когда у них пошла игра, они как дети радуются мячу, забитым голом. Они еще больше, еще активнее начинают играть. Ну вот опять же, если провести параллель с матчами четвертьфинальной стадии, когда Интер играл против армянской Мики, также в первом тайме два мяча были забиты в течение шести минут. Правда, не в начале, как сегодня, а в середине первого тайма. Там 30-36 минута. Ну и после перерыва Интеристы не сбавили оборотов и в самом начале второго тайма забили еще два мяча. И тогда уже спокойной душой, как говорится, матч доигрывали, ведя в счете 4-0. Там уже важно было не получить лишних травм, карточек и прочего. Они, по-моему, у нас пока ни одного очка не потеряли. И ни одного мяча не пропустили. Да, не пропустили ни одного мяча. Ну и уже вот, по-моему, первый матч как раз Табол-Интер был. Нет. Нет, нет, Табол играл в другую группу. Интер играл первый матч с Невчи-Кыргызстан. С Невчи-Кыргызстан, да, мы как раз комментировали. 3-0 выиграли. И вот уже было видно, ну, на уровне, конечно, киргизской команды, что эта команда очень сильная для этого турнира. И то, что она будет бороться за первые места, без сомнений. И вот еще одна возможность создать опасность у ворот Зенита. Златинов у мяча. Подача со штрафного сейчас будет. Удар. И здесь рикошет какой опасный. Мяч мог влететь в сетку от своего игрока. Угловой. Растерянно выглядят молодые футболисты питерские. А ведь вот такие матчи... Вот питерские болельщики. А вот такие матчи, они дают возможность показать себя футболистам молодым. Есть, есть на этом турнире открытие. Есть любопытные футболисты. Сейчас еще раз запустят в угловой. И по старинке будем говорить три корнира пеналь. Ну да, здесь правила дворового футбола даже, к сожалению, не действуют. Подача с угловой отметки. И сейчас очень опасно было. Вот, вот, вот. Рекордеры пена. По идее, да. Ошарашили ребят. Бакинские волки. И опасный еще один момент. Червенко был на ударной позиции. Дальнюю штангу замыкал на мяч. После его удара выше ворот прошел. И упустили, упустили опытного Чеха. 35 лет этому футболисту. Пытался с ним бороться, конечно. Не, он даже не пытался. Дело в том, что неправильная позиция. Вот этот мальчик 97 номер. Это кто у нас? Сиротов. Кто кто? Сиротов, да. Сиротов. Ну, ему по 17 лет, я понимаю. Но здесь ему подсказывать надо. Он вообще не с той стороны атаковал игрока, который шел на ворота. Он-то за его спиной оказался. Активизировались болельщики «Зенита». Ну, надо, ребят, поддержать. Без сомнений. Надо, во-первых, чтобы они успокоились, выровняли игру. И затем уже искать шанс. Потому что так можно и третий и четвертый пропустить. А можно забить один гол. И достойнейше потом начинать второй танк. А с другой стороны, Геннадий Сергеевич, а как это сделать, когда мячом постоянно владеют соперниками? Нет, нет, нет. Как только успокоится игра, как только успокоится игра. Как вот поддержки. Я говорю о поддержке болельщиков. У меня такое ощущение, что игра успокоится только тогда, когда футболисты «Интера» этого захотят. А они не хотят. Они забивают и забивают. Снова Карлсон. 3-0. 15-я минута. Дело уже попахивает разгромом. Вот как их остановить? Наверное, только тогда, когда они уже наколоть из спорта. Когда они сами остановятся. Когда они сами остановятся, да. Когда уже не будет резонно атаковать. Ради вот этих 15 минут, вот эти вот люди добирались разным путем. Добирались сюда, в Санкт-Петербург. Вот что такое футбол? Говорят, там, дух какой-то команды, как Спартаковский или что. Это вот радость, понимаете. Что ты приехал, и твоя команда забивает голы, играет от души, в удовольствие. Вот что такое футбол. Конечно, не исключено, что многие из них уже давно достаточно в Санкт-Петербурге или в Москве живут. То есть, в принципе, но все равно они приехали поболеть за свою команду, где бы они ни находились. И, конечно, футболистам «Интера» это приятно, что они так далеко от родного города остались. Они отвечают им игрой. Яркой игрой отвечают. Вот Карасев Сергей, главный арбитр. Я представлю ассистентов его. Это Вячеслав Семенов, Дмитрий Жвакин, резервный Владислав Безбородов. Ну и инспектор Сергей Лапочкин. Владислав Безбородов, это наши известнейшие. Реферифер, да, действительно. И Сергей Лапочкин, это инспектор сегодняшнего матча, тоже известный в прошлом арбитр. Да, ну, там почти что все как раз питерские бывшие судьи, хорошие судьи, великолепные судьи, вообще такие футбольные люди, они там находятся. Без убят, левников. Да, левников, без убят. И они как раз являются инспекторами. И это, наверное, правильно и верно. Не надо в Питер везти, ехать со своим самоваром. Там все есть свое. А вот замены сразу начинаются. Ну, естественно, Анатолий Давыдов понимает, что некоторые ребята выпали просто элементарно из игры. И готовы оказались к соперникам такого уровня. И вот один из них, это Игорь Чиминава, ушел в поле. Вместо него появился Алексей Каюков. Номер 87-й. И уже, видимо, на 17-й минуте первая замена. Ну, тут можно и три замены сделать после такого начала игры. И опять обескуражены, в принципе, футболисты питерской команды. Ну, здесь трудно усилить игру кем-то опытным, потому что всем ребятам здесь от 16 до 20 лет. И вот тому же Каюкову, который вышел на замену, ему все 18, ему в феврале только будет 18. Ну, откровенно говоря, в этом возрасте, в юношеском, 16 и 20 лет, это как раз как будто 30 и 20 лет. Ну, все-таки 16-летний, это не 20-летний мальчик. Ну, вот и жестко пошел. Ну, казалось бы, Чиминава, которого заменили, он один из самых опытных, ему 20 лет в марте исполняется. Но вот в игру, видимо, не попал. Да, Абрамидзе чуть не получил, по ногам прилично. Но мальчишка огрызнулся. Ну, надо, надо показать. Нужно показать, что это не боги горшки обжигают, как говорится, да и соперник, они тоже люди. И точно так же они могут ошибаться. Нужно просто вынуждать их делать эти ошибки. А как это делать без активного прессинга, без жесткой борьбы, без попыток массированных атак? Да просто без понятия, что все, уже проигрываешь 3-0, ребята, или-или. Надо просто идти в атаку и стараться забивать голы. В конце концов, бой четвертый, ну что изменится? Вот. А если ты забьешь 1-2 мяча, это сразу покажет и характер твой, и покажет, что ты умеешь играть в футбол. А пока-то они через центр поля очень тяжело переходят. Им практически не дают ничего сделать футболисты из Баку. Ну, сейчас попытка организовать какую-то массированную атаку. Мяч пока в центре поля, но здесь, конечно, не тяжело. Даже не атаку организовать, а придержать мяч и немножко успокоить соперника. Передача вперед неточна. Но уже что-то, уже аплодируют сопернику. Да, это тоже важный момент, когда даже если что-то не получается, нужно... Аплодируют партнеру. Аплодируют партнеру, как я обладил себя. Очень важный момент, поддерживать друг друга, да? Даже если что-то не получается. Конечно, конечно, конечно. Запас за хороший. Человек поймет, что на тебя не ругаются, а наоборот, благодаря. Что он по-моему все делал правильно и просто не исполнил, да. Футболисты Интера с мячом. 20-я минута. 3-0 уже у нас. Не удивляйтесь, действительно, это так. Дважды отмечился Гирс Карлсус. Кто только сейчас подошел к телевизору, не удивляйтесь. Начало такое резвое было. На второй минуте гол, на шестой минуте гол. И вот уже... И на 15-й. 15-й минуте, да. 3-0. И голы были все игровые. Да, были ошибки позиционные молодых футболистов. Но все, в принципе, не от ошибок, а от того, как сыграли футболисты. Вот еще один. Вот еще один удар. И опасный мяч проходит рядом с другом ворот. Снаряды рвутся рядом. Да, это Чертаганов приложился. Сейчас мяч практически четвертый гол улетел. Александр Чертаганов. Такие матчи, когда забиваются голы, и здесь не важно, российская команда, не российская команда играет, комментировать приятно. Потому что есть пища для осмысления. Есть пища для того, чтобы сказать, какие вот моменты происходят, красивые. Есть о чем говорить. Вот возможность пробить. Попытка первого удара поворота мяч проходит довольно далеко от створа. Тем не менее, уже что-то маленький плюсик можно записать в актив футболистом «Зенита». Это уже хорошо, когда пошли удары с почином, как говорится. Ну, здесь, наверное, речь уже не идет о том, чтобы матч попытаться спасти. Да, хотя бы о том, чтобы достойно провести оставшиеся 70 минут. Как бы это не парадоксально звучало. Я вот сейчас перед этим говорил о том, чтобы, ну вот, как бы футбол, какого уровня там. Ну, перед этим говорил как раз какие-то вещи о футболе. Я просто вспомнил, однажды меня позвали на один из телеканалов прокомментировать матч. И играл Сатурн и Анжи. Это в то время, когда Анжи боролся за тройку. Помните, когда там начудили с пенальти, с торпеды, когда они играли. Гаджи Гаджиев тренировал. И команда, в общем, в первый же год, когда вышла в Премьер-лигу, очень успешно выглядела. А я приехал комментировать, там еще не было, в Раменском на стадионе не было кабинки. И на улице практически прохладно было. Чуть-чуть подзамерз. Ну, и знаешь, что надо, в общем-то, футбол хвалить, иначе рейтинги могут какие-то быть. А здесь вот не надо хвалить. Здесь футбол довольно-таки достойный, хорошего уровня. Видно, что одна команда мастеровитая. Сделала быстро, задела и прочее. И вот я, значит, комментировал, комментировал, помогал, вернее, комментировать. И в конце концов все говорили, а вот Гаджи Гаджиев, какой тренер хороший. И как быстро вот команда дошла до того, чтобы уже там бороться за призовые места. Говорил, говорил, говорил. А в конце мне мой напарник спросил, Евгений Серафимович, а в ваше время, как бы вот эти футболисты... Я говорю, а в наше время они бы никто в дубле не играли бы. Это так. Потом я понял, что я натворил и сказал все. Но эти ребята нормально. Молодые ребята, конечно, смотрятся пока плоховатенько, можно сказать. Но понятно же, это полуфиналы. И понятно, играет против них команда, которая в Лиге Чемпионов играет. Что там говорить? Так же, как «Зенит» основной играет в Лиге Чемпионов. Эти играют в Лиге Чемпионов. Практически, какого игрока не возьми, он играет за сборную своей страны. Пускай это постсоветское пространство, Грузия, Латвия, Эстония. Но все равно это игрок сборной. Это опыт, огромнейший опыт. Что там говорить? Ну, в конце концов, Круглов, который первый гол там участвовал, да, Дмитрий Круглов, который много игр за сборную своей страны сыграл. Ведь не случайно же московский локматист с заметной командой. На него обращали внимание. И его за ним охотиться, наверное, нет. Но, во всяком случае, приглашали. Он был в составе. Скажем так, да, из обоймы востребованных футболистов по советскому пространству, которые такими являются крепкими профессионалами, да, скажем так, добротного уровня футболистами. Ну, что бы вот... Саша, что бы вы сделали вот сейчас? Что можно сделать на месте «Зенита» сейчас? Потому что, вот смотрите, они отошли и ждут. На месте «Зенита»? Что бы я в будущем... Ну, они выполняют установку. Я бы попросил бы, наверное, действовать, стараться поактивнее и пожёстче пессинговать. Попрессинговать, конечно. Все-таки сил-то много, молодые ребята, нужно постараться нажимать. Пессинговать, прессинговать. Не дать возможности вот так легко, без напряга владеть мячом команды «Интер». Ну, вот правильно, правильно. Подкаты вот такие, нужно прихваты. Да, да, да. Всё правильно сейчас сделали. Это, видимо, будет сказано перерыв. Потому что сейчас, по началу игры, они выполняют ту установку, которую им дал Давыдов. И изменить вот так просто могут обычно на поле опытный капитан там. Или мастеровитый уже он может сам там сказать. Ребят, сейчас я говорю, ну, такие как Платини. Вот я встречался с Идальго, знаменитым тренером в своё время, да? Который вот тренировал сборную чемпиона Европы, они тогда стали. И третьими стали в мире в 82-м году. Так вот, Идальго же в какой-то момент, когда у Платини пошла игра в «Ювентусе», он поехал к нему туда. И выяснял, и прочее. Потому что обычно вот такие игроки, как Бакенбау в сборной Германии в своё время, это тренеры. Которые вот на поле, если что-то не получаются, им так тренеры ещё и доверяют, кроме всего прочего. Они сами могут изменить ход игры. Ну, что могут вот эти вот мальчишки? Кто из них? Ну, предположим, тот же Матяш, по-моему, да? Ну, Матяш или Матяш, честно говоря, не знаю, как правильно ударить. Да, ну, постарше, конечно, с капитанской повязкой, но всё равно он для них такой же юный. Поэтому нужно обязательно какое-то тренерское напутствие. Как сделать, как изменить. А так это осторожничать. И это к хорошему всё равно не приведёт. Да, возможно, это успокоит команду «Интера», которая не будет забивать пятый, там, четвёртый гол. Но с точки зрения самой игры и азартности нужно что-то менять. Такое ощущение, что футболисты «Зенита» вышли с дрожащими коленками на этот матч. А много, много болельщиков, да? На первых играх меньше, подъехали. К финалу, наверное, ещё больше подъедет, ещё самолётик прилетит. И вот что я хотел сказать, да, вышли с дрожащими коленками. А перестроиться в силу отсутствия опыта по ходу матча они не в состоянии. Вот об этом я как раз говорил. А вот и карточку получил. Капитан команды – это Владимир Левин. Первая жёлтая карточка в сегодняшнем матче, отмечаем. Ну вот уже хоть что-то, да, центральный защитник команды соперника висит на жёлтой карточке. А вот тоже скажу про Левина, да, опытный игрок. Капитан команды. Ну, принимает мяч, мать уж, принимает спиной к воротам соперника. Совершенно не обостряя игру. Принимает мяч, уводя его назад. Ну, зачем толкать спину? Это бесклассицы. Тем не менее, игрок сборной Азербайджана, 14 матчей в состав этой команды. То, что он играет в сборной Азербайджана, классность его или бесклассицу не подтверждает. Это отдельные вот такие моменты подтверждают. Ну вот, удар неплохой, уже неплохо, да. Ну, как раз то, о чем я хотел сказать. А теперь Зениту есть смысл атаковать почаще через центральную именно зону. Там висит на жёлтой карточке Левин. И можно уже стараться именно его нагружать, не туда передать. Я вот счёт 3-0. Мы говорим, что, наверное, уже ничего не сделаешь. И я вспоминаю финал Лиги Чемпионов. Ливерпуль. Ливерпуль по пенальти выигрывает. Честно говоря, это, во-первых, скорее исключение, нежели правило, да. И такие матчи крайне редки. И они, иначе как чудом их не назовёшь. Потому что из логики игры такие вот катаклизмы футбольные, они никак не вытекают. Это тот же Ливерпуль-Милан. Но там Милан имел преимущество безоговорочное. Огромное. Он просто сами отдали. Смёл просто. Но, хорошо. Но ведь это Милан, это Гатуза, это Шевченко, это Пирло, там, и называли, называли, Инзаги и прочее. А это играют футболисты Интера. Могут они вот так же, как Милан, почувствовать, что 3-0 игра сделана. И тут мальчишки взять, вот, и переломить ход игры. Всё это может быть. Ну, это, конечно, в теории. У нас тем временем двойная ещё одна замена. Могилевец появляется вместо Александра Петрова, 77-го номера. И вторая замена. Вторая замена. Вот. Появляется Сергей Цыганов. Вместо Мурихина. Вместо Мурихина. Всё эти замены на 29-й минуте. Это вот к 30-й минуте Давыдов поменял тех, кто, по его мнению, не справился с заданием. Но что делает Давыдов? Вот смотрите, тренеры, молодые тренеры, которые учатся. Как бы не сыграл этот футболист, он же в следующий раз всё равно будет выходить на футбольное поле. Он перспективный мальчик, 17-летний. Он его поблагодарил за игру. Можно наорать, можно сказать, ты там такой-сякой, из-за тебя там проиграли. Всё. И это к лучшему не приведёт. Я вообще знаю, что в раздевалке после игры нельзя выяснять отношения с футболистами. Вот через день он спокойненько всё будет понимать, что ты им будешь говорить. А в раздевалке это взрывоопасные ситуации. Ещё если на тонах... Здесь ещё одна жёлтая карточка. Да, да, да. Но здесь жёлтая карточка по делу полнейшая. И смотрит, да что уже такое, я ничего не делал. Кроме того, что локтём чуть скулу не сломал молодому футболисту. Вот второй футболист, центральная зона Интера, уже подвисает на жёлтой карточке. Это становится постепенно... Ну, если не опасно для Интера, то нужно задуматься. Во-первых, это говорит о настрое этой команды на эту игру. Что они вышли просто выгрызть победу. Да, и придётся теперь задуматься, с Хададзе, менять ли футболистов этих перерывов, чтобы... Ну, всякое может случиться, да. Подвести команду можно заиграться, пойти в стык, получить вторую жёлтую. А уже в меньшинстве это играть потяжелее будет. И вот опять замечаю одну вещь. Карасёв, судья, нам не заметен, да? Совершенно не заметен. А по делу, обе карточки по делу. И я ещё раз повторю, судейство на этом турнире очень неброское, нервирующее футболистов. Мать, аж пытался здесь прорваться сразу мимо трёх футболистов Интера. Одного-то обыграл, а вот дальше там его уже... Опять опасный. Опять опасный момент. И Атиказа выходит. Один на один, но здесь пытался шведой он исполнить, обыграть. Ну, делал-то всё правильно. Это не исполнил. Шведкой мимо руки вратаря просто подсёк немножко не так, как ему хотелось бы. Пас вовремя. И опять в этой же зоне. Уж очень вольготно здесь чувствует себя нападающий. Но и надо похвалить Зайцева. Молодой футболист вышел вовремя и не дал времени на раздумья. И не дал возможности забить гол. Ну, мы отмечали этого голкипера ещё. В предыдущих трансляциях он себя неплохо проявлял. В частности, в матче против Шахтёра. Опять же, да, отмечаем опытная команда, где много возрастных футболистов. Тогда Зенит выглядел достойно и сыграл в ничью. 1-1. Вот снова Зайцев фиксирует мяч. И отмечаем также четвертьфинал против чемпиона Финляндии Хик. Это тоже сильная команда с солидным европейским опытом. А Зенит их сумела выиграть. Болельщики по-прежнему не унывают команду. Поддерживать не переставая. В такой, конечно, атмосфере гораздо приятнее играть, чем при пустых трибунах. Молодцы, что поддерживают. Молодцы, что поддерживают. Что там говорят? Я знаю столько горе-болельщиков, которые в это время начали босвистывать свою команду. Не понимая, что здесь играют юные футболисты. С мужиками. Не, ну, фанаты, как говорится, тоже люди. И они все прекрасно понимают. Они футболит разбираются порой не хуже некоторых специалистов, которые у нас публикуются или что-то где-то работают. Дело в том, что они прекрасно осознаются. Не трогайте журналистов. Я теперь из их стана. Вы сейчас начинаете. Вы обо мне сейчас говорите? Не трогайте вас. Не трогайте. Порой не объективно судят о болельщиках. А именно они создают вот эту атмосферу уже. Они порой делают цветным вот этот серый футбол. Я бы сказал так. Добавляют в него красок ярких. Знаменитая фраза. Короля играет свето. Опа, еще один момент. Как-то они располагаются в защите так, что игроки в синих футболках, игроки Интера, все время свободны. Вот как-то они не так располагаются. Вот на это обращать внимание надо. Ну, Давыдов и сам играл преимущественно в защите. Не преимущественно, а защитник хороший. Я думаю, что он все-таки подскажет. Я вообще расскажу историю. Это 1975 год. Олимпийская сборная. Константин Иванович Бесков тренер. Она на базе «Спартака» сборная. И туда приезжает молодой парень из Тулы. Как я потом слышал, но потом вроде бы разговаривал с Толей, что это немножко не так, что у него было... И его пригласили в «Спартак» играть. Что у него вроде чуть не трое детей было. И старостин за голову взялся. Надо там четырехкомнатную квартиру давать там и прочее. И как бы не состоялся переход. А потом он оказался в Питере. И, во-первых, сам заметный футболист. Во-вторых, очень порядочный человек. В-третьих, долгожитель этой команды. Сын у него потом играл. Помните, они вместе играли даже какой-то уже. Да, да, да. Сын у него играл. А в-третьих, вот его порядочность заключается в том, что... Он, да, он работал в Липецке, я помню. Еще где-то работал. Но Питер для него, та команда, как его только позовут туда, он сразу же идет, потому что он здесь... Не важно, что обидели, в какой-то момент его отстранили. Вот же ситуация. Он когда-то выиграл КУОН. Я не могу так сказать. Команда вместе с ним выиграла Кубок. Чуть ли не первый Кубок питерский был. Во-вторых, всегда, когда происходят такие вещи, как адвокат уехал, да, он взялся за команду. И сразу же начинаются разговоры. А вообще он может, не может что-то дать команде. Ребят, судите по тому, что этот человек выигрывал. И по тому, как он, приходя в команду, ничего не испортив, наоборот, налаживал всю атмосферу и все. Поэтому к нему с уважением можно относиться. Да, он не раз выступал в роли исполняющего обязанностей. И спасатели такого, да. Был таким постраховщиком, да. И что самое главное, он несет этой роли и не стесняется. И он, как бы, делает, вставит в углову угла тот факт, что он в родной команде работает. Что он нужен этой родной команде. Вот так, правильно. И поэтому он здесь работает не просто вот зарабатывать деньги, да, а делает это еще и с душой. Да, да, да. Это тоже важный момент. Современный футбол все-таки таков, что не так часто в последнее время ситуации, когда задерживаются в родных командах футболисты. Вот вспомним, давайте, опять же, пример из европейского футбола. Леонардо. Сколько лет провел в Милане в качестве игрока, потом сотрудника клуба. И тут провел главным тренером. И тут раз он возглавляет Интер. И болельщики Миланы, естественно говоря, в шоке очень многие от этого. Тут вот какая вещь. Все равно Леонардо это не Мальдини. Это не для Реала Рауля. Таких совсем мало, как Дель Пьера тот же, понимаете. Мало таких. И вот когда Маурини приходит и Раулю говорит, ты мне больше не нужен. Это неправильная вещь. Он нужен даже тем, что он просто будет в этом автобусе приезжать на игру. Конечно, конечно. Это авторитет, это легенда, это символ, живой символ клуба. Как можно оттоковать? Ну вот это вот, о Давыдове можно полностью сказать такую вещь. Подача штрафной у нас. Немножко отвлеклись мы на футбол европейский. Но тем не менее у нас и сейчас на экранах европейский футбол. Команды сейчас представляют разные страны. Но европейские. Да. Ну, ошибка здесь. Я скажу, молодежный состав «Зенита» проигрывает всю середину поля. Вот только что здесь, казалось бы, только-только мячик перехватили, начинали выходить из обороны в атаку и тут же потеряли. Это чревато. Только-только защитники передохнули. Вернее, еще не передохнули. Только-только хотели передохнуть. И тут же опять на них атака идет. Хорошая комбинация футболистов «Интера». Дождамиров делал прострел. Но сейчас справились зенитовцы. Ну и кроме вот дальнего удара, неплохого, со стороны футболистов «Зенита» обострений вообще нет никакого. Так, здесь у нас небольшая травма. Чертоганов держится за ногу и выбивает на из-за предела поля футболиста «Интера». Держится он за лицо, но, вероятно, боль в ноге испытывает. Да. В районе кроножной мышцы что-то, какое-то повреждение. Появляется бригада медиков. Там были кроножные мышцы туляхилы. Видно, что больно. Да, видно, что больно. Еще одна замена, смотри, четвертая замена по ходу первого тайма. Вместо 97-го номера «Сиротов», вот сейчас объявили его, да, в Петербурге. И появляется Павел Шувалов, 95-й номер. Вот этот мальчик выходит на замену уже не в первом матче. Вот они, питерские болельщики. Смотрим, повтор здесь столкновенный, наверное, неумышленный, все-таки, да, столкнулись здесь в полу-борьбы, так не глядя. И, по всей видимости, Чертаганов-то игру продолжит, не сможет. Нет, сможет, сможет. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Но видно, что это не спектакль, видно, что человеку больно. Ну, там была игровая ситуация, там даже не было грубости. И думаю, что сейчас пойдет замена даже от того, что, в общем-то, герой. Существует не нужно совершенно никому. Конечно, есть в запасе Кахамир Мажеванадзе, опытный футболист. Еще замена. Еще. Это Сушкин, который уже вышел в стартовом составе, он просто указание получается. А, понятно. Вот как раз воспользовался Павел Зея Анатолий Давыдович. Указали дать. Обучение идет постоянное обучение во время игры, и до игры, и после игры, и в перерыве. Я уверен, что в перерыве будет некий разбор, и поправят какие-то моменты. Ну, уже мы видим, успокоились немножко зенитовцы. Игру от своих ворот отодвинули, уже нет такого разгула. Мы не думаем, что успокоились футболисты Интера. Ну, и это тоже, конечно, они ведут 3-0, нет смысла сейчас надрываться. Экономят силы, берегут уже воскресенье 23 января финальный матч. Смотрите его в прямом эфире на телеканале МИР в 15.00 по московскому времени. Вот так я, пользуясь случаем, проанонсировал трансляцию на нашем канале. Но до финала у нас пока еще далеко. Пока это полуфинальный матч. И еще играть больше тайма. 50 минут. И все может произойти, действительно, как вы говорили. В футболе всякое бывает. Забьешь один гол, тут же второй. Помните, как вот недавно, да, молодежная сборная России хоккейная. Точно так же проигрывал 0-3. И еще меньше у них времени было. Ну, да, прям за минуту-два забили. Да, и тут же затрясись коленки уже у противника. Они играли-то по нашему ночью. У меня так получилось. Я проснулся в 5 с небольшим что-то. И вдруг вспомнил, что трансляция идет. И я включил канал-то. И смотрю наши радуются. Вот только 20 секунд, как закончился. Это же радость общая. А, видимо, просто флюиды такие меня разбудили. Россия чемпион. Абрамидзе в центре поля. Дождамиров. Передача на Декадзе. Снова Абрамидзе. Ну, неспешно разыгрывает мяч футболиста в синей форме. Вот Абрамидзе пошел вперед. Сейчас подключается в атаку. Но нужно награждать передачей. Да, так и есть. Абрамидзе будет простреливать. Подача защитника попадает. Но мяч подхватывает Дождамиров. Еще одна подача. И снова не очень удачно. И обратите внимание, опять подбор за Интером, этот червень. Да, но посмотрите, все-таки, опытные футболисты, которые играют отборочные матчи Чемпионата мира. И один, и другой. Один вышел на фланг и хорошей подачи не сделал. Второй тут же получил мяч и с левой ноги буквально в первого игрока послал мяч. Это то, что украшает футбол. Это то, что футболиста выводит на другой уровень. Это вот эта техника. Вот техника. Всегда шел спор. Техника или тактика. Что самое главное, важное. Но мне думается, что техника это вообще основа футбола. Техника передачи мяча. Ну, здесь хорошо, ты про главного футболиста Зенита. Да. На передаче чуть не точная. Ну, мне кажется, все-таки во главе угла симбиоз каких-то Кассис. Да, естественно, он становится победным коктейлем. Конечно. Но вот глаз режет моменты, когда остановить мяч к нему не могут. Когда плохой пас дают. Когда много времени тратят на обработку. Да, да, да. Это техника как раз. Вот опять же, да, технический огрех был небольшой. И тут же потеря. Конечно, в футболе за такое сразу наказывают. Даже молодые футболисты. Они полны сил, они быстрые. И такие ошибки сразу обращаются. У нас заканчивается первый тайм. А так как на этом турнире буквально не дают. Ну, там один раз, по-моему, минуту дали дополнительно. Компенсированные так называемые. Я думаю, что через минуту 30 уже первый тайм закончится. Ну, что сказать по первому тайму. Ну, просто холодный душ вылился на футболистов в белых футболках футболиста «Зенита». Ну, вот зачем я взял руками мячик молодой человек. И судья должен его учить этому. Пускай не давать карточку, но пускай... Вот смотрите, он взял сейчас и отбросил мячик. Судья должен ему сказать, что неправильно, в следующий раз я тебе дам карточку. А так он себе вбивает голову. Я нормально сделал. Взял, отбросил мячик. А потом он выйдет на международную арену и будет... За что мне дали карточку вообще? Да вообще ничего не было. А потому что его вот надо приучать-то здесь. А вот... Вот кого-то приучил сейчас Сергей Красев. Да, ну, видимо, за разговоры наградил желтой карточкой Кирилла Костина, 56-го номера. Как раз из его зоны большинство опасных атак развивалось. В первом тайме у Интера странно, что его Давыдов, кстати, не убрал. Он проваливается чаще других. Слово «убрал» не подходит. Убрал это, знаете, как будто он какой-то такой ненужный. Просто заменил. Эти ребята талантливые, их собирали. Они долго учились и учатся футболу. И в Питере собрали талантливых ребят. Они кто-то раньше, кто-то позже обязательно раскроются. Сомнений в этом немного. Действительно, это так. Раз за разом именно в «Зените» открываются новые футболисты. Одни из них и сегодня на поле. Это будет для них хорошим уроком. Этот тайм они запомнят надолго. 3-0. Интер ведет у «Зенита» после первого тайма. Перерыв. Продолжается, а вернее сказать, уже завершается перерыв в матче. Полуфинала розыгрыша Кубка Чемпионов Содружества 2011. Напоминаю, Интер, Баку, Азербайджан и «Зенит», Санкт-Петербург, Россия. После первого тайма 3-0 впереди азербайджанские футболисты. Ну а помогает вам следить за развитием событий в этой встрече Александр Ганецкий и Евгений Ловчев. Я думаю, что в перерыве Давыдов что-то подсказал своим футболистам и будет поинтереснее. Кстати, Чертоганова заменили. Начинаются замены. В общем-то, счет 3-0 позволяет еще одна замена. Сейчас все скажем, да, походу. Да, к финалу. К финалу уже готовят игроков. Время-то какое. Январь месяц. Ну что мы смотрим? Смотрим сейчас какой-то европейский чемпионат, предположим. А вот наших, вот тех, которые ближе нам, вот сейчас вот в этом турнире мы можем посмотреть. Поэтому мы смотрим и предвзято немножко. Хотелось бы чуть лучше, да, чтобы играли. Но в то же время понимаем, что время не то. До нас доходят сейчас какие-то известия. Там Зенит выиграл у кого-то. Там Спартак с дочей, по-моему, сыграл в ничью. Но вот футбол-то вот он. Вот где не просто товарищеская игра, где там результат не так важен. А вот результат турнира. И когда-то кто-нибудь из этих молодых ли ребят, или из тех, которые играют за бакинскую команду, кому-нибудь, внуку покажут какую-то медальку и скажут, а это я вот выиграл в медаль, вот в таком-то таком турнире. Все это очень важно. Ну я напомню вам составы играющих сегодня команд. Начнутся Интера, футболистов в синей форме. В воротах Георгий Ламая. Полевые игроки. Под шестым играл Дмитрий Круглов. Вместо него появился Сергей Егоров. Под восьмым играл Александр Чертоганов. Он висел на желтой карточке. Его заменили также в перерыве. Вышел Шахриар Рагимов. Тринадцатый Бронислав Червенко. Четырнадцатый Петар Златинов. Автор второго забитого мяча на седьмой минуте. Пятнадцатый Владимир Левин. Восемнадцатый Илья Канделаке. Девятнадцатый Давид Адикадзе. Двадцатый Гирц Карлсонс. Двадцать первый Ариф Даждамиров. И сорок четвертый Валерий Абрамидзе. Ну и вот надо сказать о том, что по первому тайму. Не сказать, что Карлсон был заметной фигурой. Все время там открывался. Все время там волтузил соперника. Но во всех трех мячах. Два мяча он забил. Вот сейчас опять. Но здесь судья правильно увидел, что он руками облокотился на защитника. Вот он. Вот он. Заметнейшая фигура. Два гола он забил. Притом оба раза опередив молодых защитников Санкт-Петербурга. Но и один раз он ассистировал. Великолепно головой сбросил. Великолепно. Как раз на Петара Злацинова. Который первым ударом поразил штангу. И первым же успел к скачившему мячу. Там, конечно, очень удачный отскок был. Но везет в сильнейшем. А я назову быстренько состав Зенита. В воротах Андрей Зайсов. Номер 91. Полевые игроки. 80. Максим Батов. 98. Сергей Петров. 70. Вячеслав Сушкин. 88. Дмитрий Телегин. 36. Станислав Матяш. 56. Кирилл Костин. 87. Алексей Каюков. 95-й Павел Шугалов. 84-й Сергей Цыганов. И 85-й Павел Мигелевец. Четыре замены по ходу первого тайма сделал Анатолий Давыдов. Главный тренер Зенита. Ну, недоволен был игрой. Особенно полузащитников. И вот то, что мы предполагали, что в перерыве будет как-то изменен рисунок игры. Футболисты белых футболков, футболисты Зенита. Начали пессинговать на чужой половине. Вот первых минут стали отнимать мячик. Поэтому это вот мы обсуждали, что среди молодых ребят нет такого опытного, который бы, во-первых, подсказал. Во-вторых, которого бы слушали все беспрекословно. Но в перерыве тренер подсказал. И вот сейчас команда уже поактивнее, значительно поактивнее начала игру. Да, такими могли бы стать те же Ионов, Канунников. Но они уже привлекаются к матчам за основной состав. Они уже приобретают тот опыт. И по этим меркам они уже просто корифеи, как вы сказали. Их решили не привлекать, дать им возможности поехать на сбор с основным составом Зенита. 50-я минута матча. 3-0 Интер-Зенит. Ну, если говорить об основном составе Зенита, да, все-таки мы смотрим их сменщиков в будущее. То понятно, что Зенит та команда, на которую мы все в России надеемся, что она может дойти как можно дальше и удар. Ну, не получился удар у Калсуса. И как можно дальше в Лиге Европы. Без сомнения. Она обладает всеми. Во-первых, тренер хорош. Во-вторых, команда. И на ходу сейчас, кто-то скажет, ну, перерыв большой был. Нет. Ну, во-первых, перерыв, когда ты чемпионом становишься, он немножко другой. В-третьих, они сейчас на сборах. И вот я как раз в воскресенье в ночь на понедельник улетаю по приглашению питерского клуба посмотреть турнир, который будет в Дубае проходить, где они находятся на сборах. И как раз оценю и посмотрю, как. Знаете, ведь раньше мы по 3-4 месяца готовились и где-нибудь только в апреле начинался чемпионат. Сейчас уже в феврале, вот в 17-го, Спартак будет с Базелем играть. И в эти же сроки все наши команды будут играть в Лиге. Там проблемы какие-то идут с тем, что Рубину не разрешают. То они запасной площадкой Владикавказ им вроде запретили. Потом Ростов тоже вроде запретили. И получается, что чуть ли не им придется где-то, как когда-то Спартак в Болгарии принимал лиц, по-моему, принимал, да? Видимо, придется тоже где-то в какой-то теплой стране принимать как свое поле. Что не очень хорошо, естественно. Но это будет уроком для руководителей казанского футбола. В принципе, вполне реально в наших широтах подготовить хорошее, достойное поле в феврале. И тут важно не столько приму, сколько умение. Нет, а мне кажется, что здесь вопрос не поле как таково, качество поля. Здесь вопрос холода существует. Все-таки вот даже тот матч, который был перенесен в Болгарию, который мы вспоминали, да, он же из-за того, что холодно в Москве было. Ну, больше минут 10. Ну да, и продолжается матч. И опять. И хорошая попытка здесь замкнуть. Карл Санс, удар и гол. Карл Санс, хет-трик. Я скажу такую вещь, которая, наверное, обидна будет. Это мастер-класс. Мастер-класс вот этот гол, как он был исполнен для молодых футболистов. Да, ошарашен полностью воротарь Зенита Зайцев. Но гол был забит. Хорошо. Передача Сланга великолепная на дальнюю штангу. Посмотрите как. И как там вот тот игрок отдает пас назад. Великолепно. Совершенно. Ну, просто. У Карл Санса было столько времени, что он мог бы спросить у вратаря, как у него дома дела, как дети чувствуют себя там. И мы бы, Александр, с вами тоже не испортили бы здесь пустые вороты забили. Думаю, что да. Но Карл Санса нельзя все-таки сбрасывать со счетов. Его мастерство, он связь. И он, я думаю, он три гола забил. Он ходит, наверное, в лидера где-нибудь по бомбардирскому. Это его шестой мяч. Действительно, он вышел в лидере гонки бомбардиров. Вот такой вот у нас Карл Санс. Не тот, который живет на крыше, но гораздо круче, как футболист уж точно. Ох, как борется ты, молодец. И еще. И здесь вот чуть-чуть не хватило. Даже Дамир спас свою команду. Здесь вот я убежден, что он очень вовремя выпрыгнул и кивком головой мяч перевел за Лисову Ленину. А если бы он не достал до мяча, там сейчас был бы очень опасный момент. А вот чуть-чуть атаку какую-то провели. Поддобие хорошей атаки. И голевой какой-то момент уже назревал. И видели, что трибуна беснуется? И вот Карл Санс по дополнительству болельщиков Интера покидает поле. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. И как в случае с Карл Сансом улетать. И вместо него появляется защитник Кахаберм Живанадзе. Тоже известный футболист, игрок сборной Грузии в прошлом. Назадович Хабер приветствует Кахаберм. Благодарю, да. Поменял всех авторов забитых мячей Аксхададзе таким образом. Еще одна замена. Ассиоле готовится бразилец. Кого он заменит? По всей видимости, капитана команды Владимира Левина, который тоже на желтой карте висит. Да, так и есть. Владимир Левин, 15-й номер, покидает поле. И появляется Ассиоле. Опытный 29-летний бразилец, центральный защитник. Подача с угла поля. Здесь выигрывает борьбу на втором этаже игрок Зенита. И удар из-за пределов штрафной, но слишком непрещен. И приветствует. Зависим приветствует этот удар. Но так часто они видят сегодня удары по воротам противника, поэтому приветствуют. А вот обучение. Обучение во время игры. Давыдов подозвал себе игрока, посадил и объясняет, как правильно надо делать. По-моему, что Бачаном Схададзе появился на поле 28-й номер. Как раз вместо Карлсенса. Борются смотрим и продолжают бороться с Зенитой, несмотря на счет. Не бросили и не растерялись. И, в общем, понимающие играют, понимающие. Хотя при этом, наверное, задним умом они все-таки понимают, что уже спасти ничего нельзя. И сейчас важно вот в таких подкатах... Вот нельзя спасти. Но ведь здесь ты убрал ножонки, здесь ты не доработал. Да, 4-0 проигрываешь. А дальше это становится... Нормой, да. У тебя в голове нормой какой-то. А вот когда нормой становится бороться при любом счете в любой момент от 1-й до 90-й минуты, вот это норма. У нас тем временем еще одна замена в составе Зенита. Вместо Максима Батова, игравшего под номером 80, появился Алексей Панфилов, номер 93-й. Давай, 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 давай. 17-летний еще один футболист Панфилов. Здесь, наверное, не имеет особого смысла называть возраст. Здесь всем ребятам примерно с 16 до 26 в таком интервале. Вот Матюш один из самых опытных. По опыту, по опыту, два футболиста Зенита одного вот Абрамиза стоит. А я ломаю вообще там, по-моему, за 35 где-то. Там вообще клуб. Нет, ломают за 31, но тут есть. 31 ломают, да? Есть футболисты, достаточно опытные. Вот Червенко, например, 35 лет Чехову, 13 миллионов. Так, при опыту, на раскладах годится некоторым футболистам Зенита 20. Папа, да. В дедушке нет, но в папы, да. Еще один удар поворотом Андрея Зайцева. Знаете, что обнадеживает и что приятно? То, что футболисты Интера не бросили играть и не встали уже и не пошли в финал, как говорится. Они играют в футбол, чтобы получить самим удовольствие. Вот неплохая длинная передача. Здесь Муатиш борется и зарабатывает угловой. Зарабатывает угловой. Сегодня был мяч за пределы поля. Решил не рисковать. Ну, когда бы молодой футболист этой молодежной команды Питера с бразильцем поиграл бы? Да еще заставил того понервничать и выбить мяч в трибуну. Только где-нибудь на сборах. Наверное. Не иначе. Или если бы поехал куда-нибудь в Бразилию, на пляже где-нибудь. Я однажды в Рио-де-Жанейро, вот этот знаменитый Копа-Кабана, разговор и прочее. Я вам скажу, поверьте на слово, это такое зрелище, это такой гурманский кусочек мира. Я пришел, там разграничены площадки. Там, ну, 7 на 7, 8 на 8, все командочки, там какие-то турниры постоянно, там командочки все играют в форме. Я пришел в 8 утра, я смотрел до 24 часов. И там и ночью освещение, там все время это было. Поэтому говорят, сборные Бразилии, да сборные, они могут 15, 30, 100, наверное, сборных Бразилии выставить. У меня такое впечатление, что вот классные команды, это как сборные мира. Только первая и вторая, вот в прошлом году первой сборной мира был Интер. Опасный удар, с Хададзе выше ворот. Да, Интер, тот самый Интер, который подтверждает свое название, не бакинский, а миланский. Это тоже подтверждает, этот не позорит Интер. Здесь мало того, что он не позорит, так еще и очень мало футболистов той страны, которую он представляет. Ну, неплохо. Много лидионеров. Нельзя сказать хорошо, но неплохо. Это Матиш, это лидер команды, капитан ее. И напомню еще раз, человек, который забил два мяча в четвертый финале, благодаря которому Зенит и играет не чемпион Финляндии, Хик, а именно молодежный состав Зенита играет в полуфинальном матче. Поэтому я думаю, что свою задачу, даже и не минимум, зенитовцы на этом турнире выполнили. Выполнили, выполнили. А вот что у нас по регламенту за третьим... От... Нет. Раньше будет вратарь. Что у нас по регламенту? За третье место игра будет или не будет? Нет, за третье место игра не предусмотрена регламентом, но я хотел бы отметить следующую вещь, что по регламенту в случае, если у нас вдруг произойдет чудо и счет станет 4-4, дополнительного времени в этом матче не будет. Сразу команда по итогам 90 минут после финального звездка приступит к исполнению серии пенальти. Но в финале при этом, Евгений Сарафимович, действуют традиционные правила. Да, но я хочу сказать, наверное, это правильное решение. Дело в том, что все-таки за эту неделю команды, которые до финала доходят, они играют по 6 матчей. И там буквально один выходной, по-моему, поэтому лишние эти 30 минут, которые бы были, если вдруг ничья была бы, да, ни к чему оно не доводит. Все равно они бы аккуратненько играли бы до пенальти. Ну, здесь о пенальти не приходится говорить. Ну что? Не-не-не, это не получается. А вообще все-таки хотелось бы, чтобы ребята гол престижа забили. Конечно, на радость собравшейся публики и для себя в плане технологии. Вот хорошая возможность. Нужно навешивать в одно касание. Так и есть. И на оперативный простор там. И взрыв эмоций. Взрыв эмоций на трибуна. Был такой небольшой простор штрафной у Интера. Там какой-то провал такой. Первый, наверное, на сегодняшнем матче эпизод, когда немного расклябанного бороли собрали интеристы. Я говорил, основной состав в Дубае тренируется. Значит, основной состав болельщиков тренируется здесь. Уже готовятся к сезону. И все кричалки, и все флаги, и командиры, и те, которые запевал. Все буквально там происходит. Здесь на турнире готовятся уже. И важно, что они поддерживают молодых футболистов. Ну и те отвечают им за юностью. Я бы не сказал, что это какое-то безволие. Да, да, да. Футболисты Зенита просто у них не получается. Они элементарно в силу своего класса не могут оказать достойную сопротивление. Карточку сейчас. Ну да. Да, здесь мы Живанадзе повышили по ногам. Очень так серьезно. И делает честь ему Живанадзе, что он не стал уговаривать молодому футболисту. Уходит с поля Давид Адикадзе тем временем на 64-й минуте. Его заменит Равшан Амирасланов, выступающий под девятым номером. Один мяч на этом турнире Амирасланов забил. 23-летний. Адикадзе сегодня повозил левого защитника. Там моментов было много. И помним выход его один на один. Так с фланга по диагонали он вошел в штрафную. И со шведы отправлял мяч в дальний угол. Ну подрезать не получилось. И очень расстроен он тогда. Как бы показал во всяком случае, что опа. Ну поймайте его в квадратик, ребят. Давид Адикадзе, да, тоже опытный футболист. 29 лет ему. В сборной Грузии 14 матчей. В Европе поиграл, в частности в Венгрии. Не сказать, что сильный чемпионат там в эти годы, тем не менее. А когда-то в Венгрии. Ох, какая команда была. Пожалуй, где-то вот она начала сдавать позиции в середине 70-х годов прошлого века. А до этого, 50-60-е годы, там, и тут я уже помню, это Бене, Фазикаш. Фаркаш. Сюда Бутя, да там много. Да там, да, 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 да. А до этого Пушкаш и Компания, это вообще потрясающе. Кстати, именем Пушкаша назван как раз стадион центральный. В Будапеште, совершенно верно, да. У Червенко делают передачу туда, в район границы штрафной площади. Базис Интеры играют в охотку, все равно в охотку играют. Ведя 4-0, наверное, проще, да, играть немного расслабленно и раскрепощенно. Александр, мы столько раз видим и плюемся от того, что многие, ну не бей, не бей, не бей, ну и правильно, отдал пас. Значит, видим, как игроки, забив пару мячей, последние 15 минут одни уже считают, что не могут отыграться, а другие считают, что уже выиграли и пешком ходят. Вот здесь, вот сейчас осталось 25 минут, 24 минуты до конца игры. А здесь идет игра в радость. Одни гол-престижи хотят забить, другие играют в свое удовольствие и хотят еще поглумиться немножко, забить несколько мячей. Какие вот юные лица приятные. Для меня все они просто красивые ребята, потому что они футболом занимаются. Вот хорошая еще одна атака. Флангами, вот, был такой же, вот гол был забит. Флангами они так здорово и... Здесь спокойно, Зайцев. Здорово, фланги работают и опережают, и много нагружают в штрафную передачу. Ну, задержали атаку сразу. Успели атаки назад, действительно, никакой контратаки у Зенита не получилось. Но здесь ошибка совершенно ненужная. И быстро, быстро переходит в контратаку футболиста в синей форме. И там здесь Егоров, он сейчас будет навешивать. Нет, здесь тоже завозился с мячом. И поддержки, так очень, довольно лениво пошли в эту атаку футболиста Интера. Поддержки не оказали. Червенко здесь чисто в отборе сыграл. Амир Асланов обходит соперника, бьет поворотом. И 5-0. Ближний угол, пожалуй, первый эпизод, где Зайцев не выручил свою команду. Кравшана Амир Асланова стал автором второго своего забитого мяча на этом турнире. И пятого в сегодняшнем матче. Радуется 23-летний атакующий Хавбек. И радуются болельщики Интера. Спокойно они уже, наверное, досматривают этот матч, но они не пристают радоваться. Главное, чтобы их в Питере не поколотили за 5-0. Сейчас они уже больше переживают, чем за исход игры. Ну, как вот вы считаете, Евгений Сарафимович, здесь ошибка вратаря имеет место? Ну, во-первых, вот здесь очень неважненько в отборе сыграл защитник. Да, он цеплялся зубами, все, но он должен позицию правильную занимать и быть в полуоборотах к игроку, владеющему мячом. А он стоял к нему лицом, и пока он разворачивался, потеряны были эти секунды. Еще одна замена у «Зенита». Вместо Вячеслава Сушкина, игравшего под номером 70, появился 68-й номер Вячеслав Зенков. 17-летний еще один парень. Вот это вот разница между командой, которая серьезных мужиков имеет и играет в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, и юной молодежной порослью «Зенитовской». Вот такая разница. Ну, хотелось бы отметить, что «Интер» к этой минуте пока не пропустил ни одного мяча на этом турнире и, безусловно, выглядит главным фаворитом турнира. А вот то, что они сегодня 5-0 выигрывают, и вот столько эмоций выплескивают на победу, это не очень хорошо. Это расслабляет команду, и вот эти эмоции нужны, по крупицам их надо собирать. Поэтому думаю, что в финале у них проблемы будут. Когда вот так легко побеждают, это несколько... Расхолаживает выходить? Не расхолаживает. Несколько переоценка бывает, что они такие великие. Всегда есть две стороны. Одна, которая забивает, и другая, которая пропускает. И знаменитая фраза «каждый играет так, как ему дает соперник». Понимаете, в чем дело? А другой соперник, «Сконт» или «Шахтер» или кто-то там еще, они, в общем-то, ну, и другие, там, «Табол» в свое время. Это серьезные команды, они могут и не дать такого. А как только ты наткнешься на организованную оборону, сразу по-другому все. Вот они балуются. 71-я минута матча, 5-0 «Интер-Зенит». Отмечу, что три мяча забил в этом матче Герц Карлсенс. И по одному Петер Златинов и Равшана Миросланов. И опять флангом. И снова Миросланов же с мячом. Подача. Такой прострел у него получился. И точный, дошел до адресата мяч. И прекрасно здесь падение пробил. Прекрасный удар. Футболист «Интера». И не менее эффектно сыграл здесь «Зайцев». Спас свою команду. Казалось, им нельзя ударить с такого положения. Да, удар получился сочный. Хороший удар, да, плотный. Контратака у футболистов «Интера» не получилась. Хотя там было довольно перспективно. Поначалу успели оттянуться банкиры. Опять называемое положение футболистов «Интера». Ну, я напомню, что турнир проходит в Санкт-Петербурге. Перенесли его из Москвы. В Санкт-Петербурге два хороших заведения, где можно играть в футбол. Это СКК. Петровский. Еще в советские времена построены. И тогда... Петербургский. Петербургский, да. Петровский, Петербургский, да. Вот как раз здесь матч проходит. И зенитовский. Там где-то 3,5 тысячи зрителей вмещает. А этот 25 тысяч зрителей вмещает. Я помню, еще времена были, когда разрешено было играть под крышей. И «Зенит» проводил здесь начало и конец сезона. Игры проводил. Так же, как в Москве, в Олимпии то же самое. Проходили такие же игры. Замена галкипера в составе «Интера». Вот как раз судья был в международной категории. Владислав Безбородов. Безбородов, да. Сегодня один из самых перспективнейших наших судей. Савахат Агаев вместо Георгия Ламая. Молодой 19-летний галкипер. Достаточно перспективный по меркам азербайджанского футбола. Уже отмечали. Он появлялся 2-3 раза на замену по ходу этого турнира. Это когда-то сдает ему минут 15-20. Поиграет в зависимости от счета. И хотел бы еще раз напомнить, что он уже выступал в Санкт-Петербурге. Но на уровне сборных за юношескую сборную Азербайджана. И был признан лучшим вратарем мемориала Гранаткина в 2009 году. Понаблюдаем за ним. Что сейчас за мысли одолевает Давыдова? Все-таки любой спортсмен, любой тренер поражение 5-0 расценивает как трагедию. С любыми, кем бы ты ни играл. Если будешь говорить футболисту, что ничего страшного, то они и вырастут в том, что 0-5 не страшно. Страшно это, страшно для любого. Проигрывать 5-0 можно оправдание найти, молодые, еще что-то. Но футболист, любой футболист должен быть настолько чистолюбив, что вот такой счет 0-5, 0-3, он должен заводнить игрока. Там надо пластаться зубами, не соглашаться с этим. Но мне кажется, что все-таки у этих футболистов еще идет такой непрерывный процесс обучения. И для них это как некий промежуточный экзамен. Я не обучение, как бить по мячу, где стоять. Я о характере футбольном. Футболист не может соглашаться с поражением. А с таким поражением, 5-0, это оскорбительное поражение. И вот если характер такой, что они в концовке будут отрывать ноги сопернику, плохо это предполагает. Я буду знать, что из этих ребят в дальнейшем может что-то получиться. Ну, видимо, они продолжают бороться, они цепляются за мяч, они стараются жестко ставить ноги. Ну, то есть они не сказать, что выглядят статистами на поле, несмотря на то, что по ходу всей игры преимущество безоговорочное у Интера. Не сказать, что они безвольные. Ну, и ноги сопернику они не обстучали. Ну, может это и ни к чему с точки зрения именно самого турнира, потому что зачем сейчас травмировать, вот опять как грубо. Нет, не грубо, он мяч сыграл, он молодец. Жестко тогда. Я его сейчас, ну там, свисток, я его оцениваю как футболиста, который не просто стоял, а всячески, вот он мяч сыграл, нормально, да, чуть-чуть зацепил ногу. Вот это, вот это характер, молодец. Да, казалось бы, чего ему пластаться, и вот он подошел и извинился, молодец. Это Сергей Петров, это самый опытный футболист, ему 20 лет уже исполнилось. И в первом тайме он тоже, так же, тоже, вот вырывал этот мяч. То, что извинился, молодец. Но то, что боролся и вырывал мяч при счете 0-5, казалось бы, зачем ему этот мячик нужен. Это вдвойне молодец. Еще раз повторюсь, один из самых опытных в нынешнем «Зените», выступающем на этом турнире. В атаке футболиста «Зенита». Здесь навес на одинокого форварда, не совсем точный, Амир Асланов. 76-я минута матча. Не думаю, что будет что-то добавлено. В принципе, игра идет без больших остановок. Ну вот, Александр, согласитесь, мы с вами смотрим весь турнир и комментируем матчи, да? От игры к игре все равно видно, что вот тот период подготовки, в это время сейчас все готовятся к второму ли кругу, у кого осень-весна, или первому кругу, он, вот, первый матч был одно, второй матч было другое, третий матч и еще. Идет потенциал, наращивание потенциала. Видно, что тот же «Интер» с каждой игрой все слаженнее, слаженнее, слаженнее. И ведь столько мячей надо еще забить. И, кстати, реализация-то у них почти что чуть не сто процентов. Было пару еще ударов таких опасностей. Два момента голевых, да. И от игры к игре действительно «Интер» прибавляет, потому что набираются кондиции, да, хотя, казалось бы, мы отмечаем парадоксально такую вещь, да, что кондиции набираются, при том, что команда-то играет даже не через два дня на третий, да, практически каждый день. Но смысл в том, что именно в ситуации с «Интером» у них довольно длинная скамейка. И по ходу турнира «Цкададзе» позволял себе на матч с «Искрой», например, когда заключительный матч группового этапа, выставлять состав не самый основной, не самый оптимальный. Ну, не тот, который в первом матче выходил. Ну, в первом матче тоже, может быть, не совсем оптимальный даже состав был, да. А вот здесь уже играет та самая основа, которая имеет и достаточной практики игровой, и в то же самое время они не перегружены на этом турнире, не играли без замен, скажем так. Да, нет такого футболиста. Огрызнулись сейчас футболисты питерской команды. Смотрите, неплохой, если не сказать, очень приличный удар. Но молодой вратарь, который вышел во втором тайме, сыграл хорошо. И удар хороший, и вратарские действия хороши. 79-я минута матча пошла. И в последние пару минут так «Зенит» достаточно активно выглядит. Ну, в центре поля. Ну, все в центре поля, да. И вот этот удар, он такое светлое пятно на одно из немногих в сегодняшнем матче. Ну, а мячом по-прежнему больше владеют футболисты «Интера». Там у нас, к сожалению, нет под рукой статистики по владению мячом. Хотя многие говорят, что она совершенно не важна, что она не решает футболь. На самом деле она важна. Потому что, как вы уже говорили, естественно, всегда отбирать гораздо тяжелее, чем созидать. Она показывает, в принципе, некую манеру ведения игры. Потому что, владея мячом при счете 5-0, и тем самым еще добивая соперника, психологически добивая, что он вроде бы только отберет мяч, и тут же у него отняли этот мяч. Угловой. Там одинокий стул. Ребят, давайте галешничек забьем, соорудим галешничек. Все пойдем в штрафную. Кто-то кого-то прикроет. И... Ну что, разыграли быстро? Ну да, это... Это разминка вратаря. И контратака «Интера». Два в три здесь вышли футболисты в синей форме, но разобрались защитники «Зенита». И лежит бочанус Хададзе на травке, выбит мяч. Травму получил в единоборстве с оппонентом. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Хотя, конечно, сейчас еще болевой шок не прошел, больно. Вот этот эпизод. А вот он к приземлению. Да, да. Он дернул мышцу. Мышцы или связки. Хотя, он держится за бедро. Нет, он дернул мышцу. Держится за бедро. Да, и... Да, вот. Задней поверхности. Даже передней я вижу. Просто он очень неудачно приземлился. Вот опять же говорит о том, что футболисты не перестают бороться. Да, он не думает о том, как он приземляться будет. Он думает о том, как мяч выбирать. Да. Не исключено, что придется в десятером доигрывать. Нет, нет, нет. Я думаю, что все обойдется. А болельщики по-прежнему активны. Они довольны тем, что они сегодня пришли. Посмотрели хороший футбол. Пусть и выиграл среди команды их противники, но все равно. Ну, просто на удивление. Вот на первом матче была небольшая горстка болельщиков из Азербайджана, да? Ну, во-первых, это под выходные. Сегодня пятница. 81-ая минута. 5-0. В основном нам показывают болельщиков, да. Все чаще у нас режиссер трансляции отвлекается на такой антураж матча, да? Ну, показать, как удовольствие получают болельщики Интера из Багу. Да, да. Этот самый антураж. Там же разжигается в каждом матче. Кроме вот этих дядек, которых сейчас показывают. Там детишки были. Вот что важно-то. И они гордятся сейчас своей командой. Вот это важнейший момент. Опять ничем владеют футболисты Интера. Уже игра перетекла в такое спокойное русло. И вот обостряющие передачи здесь на Миросланова. Хотел эффектной пяткой сделать пас на партнера. Защитник там прервал. И вот неплохая возможность для атаки у Зенита. Матеж. Здесь нужно уходить, стараться. От двоих ушел и передачу вовремя сделать. Ну да, он просто никому не отдает уже мяч. Пытается, конечно. Ну, здесь даже речь не о том, что он пожадничал, а о том, что, может быть, он не совсем более молодым партнером доверяет. В сегодняшнем футболе в мире только одному человеку разрешал бы не отдавать мяч никому. Это Месси. Который как... У него как будто вот просто на ниточке, на резиночке этот мяч находится. Настолько он его чувствует тонко. Зенит планирует мячом. Ну и вот здесь, в таких-то ситуациях хотя бы не надо ошибаться. Подготовка к сезону идет полным макаром. О, туда мячик в раздевалку улетел. Передохнул пока. Ну а футболисты в раздевалку отправятся примерно через 6-7 минут. В зависимости от того, добавит ли хоть одну минутку арбитр в сегодняшний матч Сергей Карасев. 5-0. Напоминаю, что... Уверен, что не добавил. Тремя мячами в сегодняшний матч отметился Гирц Карлсенс. По голу записали на свой счет Петар Златинов, болгарин, и Равшан Амиросланов, вышедший на замену во втором тайме. Навес туда, в штрафную Интера. Ну здесь, опять же, спокойно. Что-то там уже чудят защитники. Видели, один выбивал так, что в своего попал. Это как бы дело случая, да. А вот здесь уже спокойно разыгрывают. Радимов. Все равно разница-то есть. 5-1 в ворота все равно пустил. Как вратари не любят это. В хоккей на весу. Результаты всегда побольше, да. И как иногда вратарь просто готов разорвать всех защитников, которые дали забить. Но визитная карточка Интера в том, что защитники не дают соперникам особенно разыграться. Прорваться матишь. И что он там руками хватал Живанадзе. Да, он уже цеплялся всеми фибрами души, как говорит. Ну, сыграл-то он грамотно. Он увидел свободную зону и решил туда рвануться мяч прокинул. Ну, сыграли защитники. Смотрите, кто подсерковал. Ну, Живанадзе, опытный футболист. Конечно, центральный защитник. 32 года этому грузину. 14 матчей в составе сборной Грузии. Остановился он чемпионом России в составе московского Спартака в 2001-м. Кстати, это, по-моему, последнее чемпионство Спартака, да. Еще играл в Анжи. Провел там один сезон в Премьер-лиге. Несколько лет в первом дивизионе. В общем, немало повидал на своем футбольном веку этот футболист. 86-я минута матча. Анатолий Давыдов. И все равно, вот, оказалось бы, осталось там 3-4 минуты. Давыдов живет игрой. Вот поэтому он и востребован. Потому что он даже в этой ситуации учит молодых футболистов. А многие говорят, работы нет, никто не приглашает. А Давыдову и за порядочность, которую он всегда показывает, и за преданность клубу. Опа! Как технично здесь сыграл, так невольно. Здесь цирк. Ну, вот, а с чем это связано? Потому что очень многих какие-то завышенные амбиции. Они хотят сразу клуб премьер-лиги им подавать. Они только закончили играть. Даже не в этом дело. Работать во втором дивизионе. Мы сейчас обратили внимание на то, казалось бы, вот, 5-0 проигрывает команда. Ну, ох, какой красивый момент. 5-0 проигрывает команда. Можно показывать всем видом, что я им говорю, вот это делать, а они такие, сякие и неправильно работают. Он же молодых этих людей воспитывает, он учит, и до последней минуты он требует от них правильности игры. Станиславский, что он нам всем говорил, можно играть хорошо, можно играть плохо, но нужно играть правильно. Мы всегда к Станиславскому возвращаемся и в футболе, и в спорте в том числе. Потому что театр начинается с вешалки. Вот здесь начинается театр футбольный. Это театр. И он учит, он встал на последних секундах, казалось бы, ну, что ему, зритель там свистнет сейчас, кого-то подготовил, там, 5-0 проигрывает. Нет, он живет этим. Вот поэтому он востребован. А вот Схададзе приумляет, несмотря на то, что... Схададзе думает. Не задумывается. Как бы парочку-троечку голов вот этих в финале потом разделить. Как бы оно боком не вышло, да, это разгромная победа. В Канделаке сегодня он был не так активен, как в предыдущих матчах. Знаете, вот, я комментирую, Александр, я комментирую с вами вот эти матчи. И вот когда я вижу Схададзе... Ну, я не играл с ним, с Давыдовым играл, противник играл. Это все люди моей жизни, моей судьбы. И все они живут, забивай, живут вот этой игрой, которую никто не может понять, почему 22 играют, а весь мир болеет там, предположим. Что это за игра такая, бабуся говорит, два дурака играют, а вот... А ведь мир болеет, понимаете, в чем дело? А вот это великая игра, великая, в ней все есть буквально. В ней жизнь не проживает. Да, как раз я и хотел сказать, недаром говорят, что футбол это маленький мир, это целую жизнь внутри нашей большой планеты. Олег Митяев говорит, лето это маленькая жизнь, так же и футбол маленькая жизнь. Вот одна из последних атак Зенита. Здесь можно попытаться, но надо было, конечно, здесь побороться до последнего. Хотя, конечно, здесь Агаев все видел и прочитал этот отскок, не накрыл мяч. Последняя минута матча, вот-вот начнется... Но безалаберно защита Интера не играет. И то, что они ноль в своих ворот имеют по всему турниру, это как красота. Даже сейчас они стараются, чтобы им не забили гол. Но последняя минута пошла у нас. Так, Матюш здесь предъявляет претензии своему оппоненту. Нет. Он там еще за плечо держался, может быть, заделывал в единоборстве все-таки оппонент. Последняя минута матча. И уже, наверное, можно подводить итоги. Интер выходит в финал розыгрыша Кубка Содружества. Напомню, в 2008 году азербайджанская команда уже выигрывала турнир. Это был Хазар, правда, а не Интер. Ну и вот бакинский клуб имеет возможность повторить этот успех. И снова в Санкт-Петербурге. Такой счастливый город для азербайджанцев. Финал будет в 15.00 в воскресенье в прямом эфире на нашем канале «Мир». 23.00 в прямую будет. Так что смотрите. Думаю, что удовольствие все получим. Да, не пожалеете. И все. Финальный свисток. Интер, Баку, Азербайджан. Зенит, Санкт-Петербург, Россия. 5.00 интерфинале. Ну а репортаж об этом матче для вас провели Александр Ганецкий и Евгений Ловчев. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!